Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава книги Иисуса Сына Сирахова, я ее читаю для библейского портала экзегет, пусть и на дальнем переводе. Ну вот, предыдущие главы, они такие очень практические, вот такое пособие двухтысячелетней с лишним давности о том, как делать себе друзей, как общаться с людьми, как избегать каких-то опасных контактов. Ну и в конце 13-й появилась тема счастья. Признак сердца в счастье, лицо веселое. Изобретение притчи, тут же говорит нам наш автор, соединено с напряженным размышлением, как будто совершенно разные вещи. Ну вот, счастье и мудрость не всегда идут вместе, но, слушайте, вот хочется спросить, а что же для человека благо? Вот он говорит, богатство не всегда помогает, бедность точно всегда мешает, но и счастье не всегда связано с богатством или бедностью. А мудрость, она вообще еще третье понятие. Вот кого же ты считаешь человеком счастливым, благополучным? Блажен человек, который не погрешал устами своими, не уязвлен был печалью греха. Блажен, кого не зазирает душа его и кто не потерял надежды своей. Слово блажен в евангельских блаженствах, мы его встречаем в Евангелии от Матфеева, Нагорная проповедь, с него, в общем-то, начинается проповедь Христа в Новом Завете. Это не просто тот, кому хорошо, вот человек там, я не знаю, выпил пивка в банке, попарился, сидит, отдыхает хорошо ему. Это не то. Блажен — это человек, который обрел некое высшее благо, у которого благая участь. Не просто счастливый, довольный, радостный человек, но человек, у которого вот в главном все есть. А второстепенно он, может быть, как-то и потерпит. Блажен, кто не погрешал устами, а делами. Ну, наверное, делами все так или иначе погрешали. Или как, а устами, то есть словами согрешить, что, получается, можно избежать этого. И не уязвлен был печалью греха. Я даже чуть не прочитал печатью, потому что было бы понятно, кто не грешил, тот блажен. Но не уязвлен печалью греха. То есть согрешил, но меня это совершенно не печалит. Я все равно веселый и радостный. Это что ли имеется в виду? Блажен, кого не зазирает душа его. То есть здесь синодальный, он такой старомодный по языку. Кто не мучим своей совестью? Может быть, вот это печаль греха? И что уста... Ну, поступок греховный, это понятно, с ним все. Но в поступках мы сильно ограничены. В своих речах мы абсолютно свободны. Конечно, там существуют всякие уголовные кодексы и наказания за определенные виды речи. Но язык-то наш может сказать все, что угодно. Сделать мы всего, чего угодно не можем. У нас физические способности невелики и материальные возможности. А словами мы можем все, чего угодно сказать. И вот человек, который при этом не приходит в комплект со своей совестью, человек, который не ощущает себя каким-то убогим ничтожеством, которое творит безобразные вещи, вот он блажен. Кто не потерял надежды своей. А богатый ли он, бедный ли он, радостный ли он, печальный, это не очень важно. Вот что настоящее блаженство по Иисусу Сыну Сирахову. Что это вам мешает? Недобру богатству человеку скупому, ни на что и менее человеку недоброжелательному. То есть, смотрите, вот случай, когда человек приходит в конфликт со своей совестью, со своими убеждениями. Его скупость, его недоброжелательство не дают ему порадоваться этому богатству. Кто собирает, отнимая в души свои, тот собирает для других, а благами его будут предсвящаться другими. То есть, отнимая в души свои, в каком смысле? Ну, когда человек все тратит на карьерный рост, на увеличение доходов, но он не чувствует себя при этом радостным, довольным, он отнимает у своей души, то он не для себя собирает, для кого-то другого. Для наследников, которые скажут, спасибо, папочка, нам пригодится. Кто зол для себя, для кого будет добр? Смотрите, а ведь известнейшее изречение, еще в Ветхом Завете, кстати, во Второзаконии, есть и в Новом Завете, оно повторяется как одна из двух важнейших заповедей «Возлюби ближнего, как самого себя». То есть, себя надо любить, нужно быть добрым к себе, просто не только к себе. И здесь сказано то же самое, только в отрицательной форме. Если человек зол к себе, то к другим он тоже будет зол. И не будет он иметь радости от имения своего. Не надо жить ради денег, карьеры, успеха, славы и так далее. Это вот все собирание за счет своей души. Нет хуже человека, который недоброжелательен к самому себе. И это воздаяние за злобу его. Еще раз та же мысль другими словами. Если он и делает добро, то делает забывчивость. И после обнаруживает зло свое. Вот прямо сделал добро по забывчивости. Так интересно. Зол, кто имеет завистливые глаза, отращает лицо и презирает души. Конкретное указание, в чем это зло выражается. Глаза любостяжательного, жадного, только хочет себе забрать, не насыщаются какой-либо счастью, и неправда злого иссушает душу. И любостяжательному, жадному все нужно забрать, и неправда злого иссушает душу. То есть вот состояние, когда такой кощей бессмертный над золотом чахнет. Да, вроде все есть, а ничто не радует. Злой глаз, завислив даже на хлеб, и в столе своем терпит скудость. То есть даже простая пища бедняка заставляет его завидовать. Ну, а как жить? Вечный вопрос, который здесь в этой книге постоянно и разбирается. Сын мой, по состоянию твоему делай добро себе, и приношение Господу достойно приноси. Вот и все. Делай добро себе. А ближнему? Ну, давайте сначала с собой разберемся. То есть работа с собой, она позволяет потом человеку делать и приношение Господу, и, наверное, помогать ближнему. Хотя здесь про ближнего еще нет, но в других местах этой книги есть. «Помни, что смерть не медлит, и завет ада не открыт себе». Завет ада, ну, то есть какие-то правила преисподние, шеолог, куда сходят человеческие души после смерти, как они верили, и ты не понимаешь, как там все устроено. Ты не знаешь, что будет там. «Прежде, нежели умрешь, делай добро другу». А вот и добро другу. Но начни с того, чтобы с собой помириться, помириться с Господом, а тогда ты можешь уже заниматься помощью другим. Тогда это не будет некое невротическое дергание. «Прежде, нежели умрешь, делай добро другу, и по силе твоей простирай твою руку, и давай ему». «Не лишай себя доброго дня, и часть доброго желания да не пройдет мимо тебя». Часть доброго желания, то есть не стыдись желать доброго, не упускай даже малую часть этой возможности. «Не другим ли оставишь достижание твоей плоды усилий твоей для раздела пожребия?» Но ты умрешь, все достанется кому-то. «Давай и принимай, и утешай душу твою, ибо в аде нельзя найти у тех». Вот сходят люди в мир мертвых, и там уже этого не будет. «Живи здесь, живи сейчас». «Всякая плоть, как одежда, ветшает, ибо от века определения смерти умрешь». Ну, это, конечно, из начала книги «Бытия», где говорится о грехопадении и о том, что это было наказание за это грехопадение. «Как зеленеющие листья на густом дереве одни спадают, другие вырастают, так и рот от плоти и крови, один умирает, а другой рождается. «Всякая вещь, подверженная от лени, исчезает, и, сделавшая ее, умирает с нею». «Да, как и вещи, портятся, ломаются, сгнивают и сливают, так и люди, к сожалению. Но блажен человек, который упражняется в мудрости и в разуме своем поучается святому, кто размышляет в сердце своем о путях ее премудрости, очевидно, тот получит разумение в тайнах». И очень похож здесь опять на язык книги притчи. «Учись при мудрости, это главный предмет, выходи за нее, как ловчий, в смысле на охоту, и строй засаду на путях ее». «Как ты засаду на путях мудрости?» То есть подстерегай, где тебя может она коснуться. «Кто преклоняется к окнам ее, тот послушает и при дверях ее». В смысле такой неотступности, да, и гонишь его в окно, в дверь, а он в окно. «Кто общается вблизи дома ее, тот вобьет гвоздь и в стенах ее, поставит палку свою подлинью и будет обитать в жилище благ». Вобьет гвоздь в стенах, то есть в гвоздик, чтобы туда повесить свою верхнюю одежду, да, вот поселиться уже там. Когда ты вбиваешь гвоздь в жилище, значит, ты его уже осваиваешь, оно уже твое. «Он положит детей своих под кровом ее и будет иметь ночлег под сенью ее. Он прикроется ее от зноя и будет жить в славе ее». Вот она для него как дом, как обиталище, как укрытие от зноя, там все-таки, ну, жаркий климат, да, и летом очень даже хочется какого-то укрытия. Вот это все будет для человека в премудрости. Пока не сказано, в чем это будет выражаться, но книга длинная, и у него еще много будет разных пассажей про то, как надо жить, 15 главе в частности. Субтитры создавал DimaTorzok